Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина столкнулась с хейтом в сети после того, как выступила на одной сцене с женой российского военного. Ранее певица открыто заявляла о своей антивоенной позиции. Кого еще надломили российские власти и, возможно, заставили забрать свои слова обратно ради карьеры в России, расскажем в нашем следующем материале. Муж, я тебя люблю и очень жду. Я падаю с неба, разгоревшей комедой, я лбом прижимаюсь к стеклу до рассвета. Это концерт Дианы Арбениной в Новосибирске. На сцене с ней сливается в дуэте жена российского военного Лидия Яструб. Арбенина сама предложила им спеть на одной сцене. Я без тебя, сиротан. Лилия Яструб пришла на выступление ночных снайперов 22 октября вместе с другими представительницами комитета семей воинов Отечества. Как пишет издание агентства, Арбенина сама вышла на комитет и пригласила родственниц российских военных на свой концерт. Перед выходом на сцену она пообщалась с женщинами и даже приняла в подарок окопную свечу. Я люблю свою страну, я любила всю свою жизнь. Я считаю, что сейчас, в принципе, пошло бегать с флагами и кричать «Это я, это я». Я таким людям просто не верю. И пацаны, которые на фронте, таким людям вы не поверили. Я вас уверяю, потому что там люди делают дело. Ранее певица публично демонстрировала свою позицию по Украине. В 2014 году она не поддержала аннексию Крыма и, выступая в Киеве, попросила прощения за позицию российских коллег. А после начала полномасштабной войны России против Украины Арбенина выпустила антивоенную песню «Не молчи». Ты идешь на чужую войну, и никто у нас не спросил, я не плачу, нет слезы, нет сил. Весной этого года концерты ночных снайперов начали отменять один за другим. А сама певица позже заявила, что не уедет из России. Не молчать получилось только в песнях. Потом мы лежали в плечо-плечо, потом мы летали рукам в руке. Диана Арбенина уже не первый российский артист, который отказался от своей антивоенной позиции. В августе 2023 года солист группы «Звери» Рома Билок поехал в так называемую ДНР и выступил перед российскими военными. Не лечи меня, детка, советами. Расскажи, расскажи, что ты самая. Зачем музыкант туда поехал, и по своему ли желанию, не ясно. В детстве Рома Зверь жил некоторое время в Мариуполе, который сейчас оккупирован российскими военными. А в самом начале полномасштабного вторжения России в Украину писал в Инстаграм, что против происходящего. Несмотря на эти заявления, группа продолжала выступать в России. Позже антивоенные публикации пропали. В день начала войны в Украине певец Сергей Лазарев писал, что не поддерживает войну и ревет как мальчик. Это не помешало ему позже сняться в клипе певца-пропагандиста Шамана на песню «Встанем». И пока одни артисты открыто поддерживают российских военных, которые захватывают чужие территории и убивают мирных жителей, другие покинули страну в знак протеста.